Улисс Юлия Агеносова не просто выставка. По мнению экспертов, это полноценный культурно-просветительский проект с книжной, телевизионной и художественной частями. О Джеймсе Джонсе и истории современной прозы повествуют короткометражный фильм. Остановиться и задуматься заставляет любой из представленных полотен. Идея была не просто проиллюстрировать роман Джеймса Джойса и Улисс, но как-то привлечь еще внимание зрителя и читателя. Когда я прочитала этот роман, мне показалось, что неплохо бы, чтобы его еще кто-нибудь прочитал, кроме меня, потому что я знаю, что мало его читают, мало о нем слышат. А роман удивительный, он меня очень заинтересовал, поэтому я это сделала. Над реализацией задуманного Юлия Агеносова проработала два года. Каждой из 18 глав Улиса удалось подобрать подходящий цвет. Связующая нить полотен тонкая линия оранжевого цвета, цвета Джойса, повсюду воплощенный в абстракционизме, кубизме и сюрреализме размышления о жизни, творческом пути, предназначении человека. Третий зал – это метеориат, не имеющий отношения к Улиссу, но мне показалось, что как здесь герои блуждают по городу Дублину, так вот может быть, и они не просто блуждают, это их жизнь, и там много всего происходит, и переосмысление многих вещей. Также я предлагаю зрителям поблуждать по лабиринту и, может быть, что-то найти для себя в нем, про себя. Помимо Улиса в выставочном зале представлены еще и эпохальные для автора труды. В проекте «Дом у воды» Юлия Агеносова впервые отошла от фигуративного жанра. Стриптихом «Знамена любви» победила в конкурсе «Поиск и эксперимент в искусстве», а проект «Сейчас» начала писать совсем недавно. Познакомиться с творчеством калужской художницы поближе можно до 24 апреля.